Это произвол и беззаконие. Вот простая проверка документов может обернуться тем, что к вам применят спецсредства. Кстати говоря, все это подпадает под административные правонарушения. Почему это происходит и для чего это делается? Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и партнеры. Сегодня мы поговорим о такой рядовой ситуации, которая может произойти абсолютно с любым человеком, как то проверка документов на улице. Итак, представим себе ситуацию. Вы спокойно идете по улице и к вам подходят трое сотрудников полиции, одетые по форме и просят предъявить ваши документы. Сразу надо оговориться, законны это требования, абсолютно. Они имеют полное право попросить у вас удостоверить вашу личность. Какие документы для них будут надвижащими? Паспорт, потому что там есть прописка, об этом скажем чуть позже. Водительское удостоверение в редких случаях. Удостоверение личности офицера. Студенческий билет тоже иногда может их удовлетворить. В основном это паспорт. Поэтому сразу всем говорю и советую либо всегда ходить с паспортом, либо иметь его копию под рукой. Давайте рассмотрим какие возможны варианты в этой вполне заурядной ситуации. Самый легкий вариант. Вы им предоставляете свой паспорт, они смотрят ваши установочные данные, проверяют похожи ли фотографии на вас и скорее всего отпускают. Никаких проблем. Все займет 2-3 минуты, не больше. Хуже, если у вас паспорта нет. Что бы вы им не сказали, скорее всего сотрудники полиции совершенно законно доставят вас в отделение внутренних дел, где будете сидеть и ждать, пока вас пробьют по базе данных. Обычно это занимает 3 часа. Больше содержать вас за административное какое-то правонарушение в ОВД нельзя. Это закон. Но что происходит в жизни? Действительно 3 часа вас там содержат. Но потом вы с вами должны провести некую профилактическую беседу. Дознаватель. То есть вы не сидите в тюрьме, не сидите в обезьяннике. Вы просто сидите на лавочке перед его кабинетом и ждете, когда он освободится от своих текущих дел. А вот это, мои дорогие, может занять и 3 часа, и 6 часов, и 8. Да, в этот период вам вполне возможно дадут позвонить, чтобы вы сообщили своим родственникам, где вы находитесь. И даже могут попросить, чтобы они приехали за вами и привезли те самые документы, тот самый паспорт. Это тоже вполне нормально и допустимо. Просто чтобы вы понимали, если у вас нет этого документа, не надо бркаться, не надо ругаться. Проще пройти с этими сотрудниками полиции в ОВД, отзвониться родственникам, чтобы они приехали. Тем самым вы просто-напросто сэкономите себе время. Потому что провести в отделении внутренних дел до установления вашей личности можно до полудня. Просто из-за того, что дознаватель сильно занят. Почему это происходит и для чего это делается? Надо всегда помнить, что сотрудники полиции, которые гуляют по улице, они призваны наблюдать за соблюдением порядка. То есть они правоохранители. Они должны пресекать право нарушения, то есть быстро и оперативно реагировать на то, что уже случилось. А также проводить некие профилактические мероприятия, для того, чтобы этого не случилось. Объясню простым языком. Любой сотрудник полиции, когда выходит в этот рейд, он для себя сам, исходя из своих субъективных пониманий, решает, какого человека остановить, сделать ему замечание и какого человека досмотреть. Помимо тех циркуляров, которые им дают перед тем, как они заступают в это патрулирование, где обязательно, в обязательном порядке им рассказывают, кто в розыске, какие ориентировки, как примерно выглядит тот или иной преступник, который уже что-то совершил. Понятно, что под эти ориентировки, в принципе, может подойти любой из нас. Они там настолько абстрактные. Но помимо этого, сотрудники полиции обязательно вас остановят для якобы проверки документов, если вы ведете себя не совсем адекватно. Как-то шумите очень громко, ругаетесь матом, распиваете спиртные напитки в общественных местах. Кстати говоря, все это подпадает под административные правонарушения. И если вы на их замечания будете еще и агрессивно реагировать, то, скорее всего, для вас это закончится тем, что вас припроводят в отделение внутренних дел и там составят протокол об административном правонарушении. Но начнется все с проверки документов. Если у вас еще плюс к тому, что вы себя очень громко и шумно ведете в общественном месте, опять же повторюсь, не будет еще и документа, удостоверяющего вашу личность, обязательно попадете в ОВД. Если вы такой продвинутый и у вас есть паспорт на телефоне, в некоторых случаях неконфликтных, скорее всего, полицейские пойдут вам навстречу, посмотрят и скажут «Хорошо, нас это вполне устраивает». Вы это вы. Если же у вас завязался конфликт, явно вас поможет либо сам паспорт, либо его ксерокопия. Но никак не фотография в телефоне. Рассмотрим более жесткие варианты, при которых, когда у вас спрашивают документы, вы начинаете с ними ругаться по какой-то непонятной причине. Не нравится, как к вам подошли, не нравится, что вас прервали и так далее. Я не рекомендую этого делать, потому что в этом случае, скорее всего, конкретный сотрудник полиции поймет, что вы ведете себя неадекватно и сам для себя примет решение, что вас надо обязательно доставить в ОВД, как минимум для того, чтобы проверить на наличие наркотического или алкогольного опьянения, что тоже в рамках их полномочий и бессмысленно им говорить о том, что это произвол и беззаконие. Они в рамках своих полномочий могут это делать. Зачем еще они спрашивают паспорт? Первое, для того, чтобы убедиться, что вы это тот, кто действительно, за кого вы себя выдаете. Что у вас он есть, и вы не какой-нибудь гражданин в бегах. Второе, чтобы посмотреть вашу прописку, понять, вы вообще из этого города или не из этого. Надо понимать, что если вы в Москве достаточно долго, то у вас должна быть временная регистрация. Сейчас с этим гораздо проще. Раньше за это сильно очень ругали, просили показать проездные билеты, когда вы въехали, когда вы будете уезжать. Сейчас все гораздо проще. Если вы из другого города, они спросят вас, есть ли временная регистрация, вы можете сказать, да, или делаю, и от вас отстанут по большому счету. Вот зачем вам это нужно. Чтобы понять, что вы действительно гражданин, у которого паспорт есть, надо понимать, что те люди, которые освободились с мест лишения свободы, в некоторое время не имеют паспорта. Он потом ими получается. И это тоже такая профилактическая мера. Чего не будут делать сотрудники полиции, когда они у вас просят предъявить документы. Точно не будут вас обыскивать. Личный обыск – это совершенно отдельная тема, на нее нужно постановление. И вообще достаточно сложная штука. Но если вы ведете себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, вот простая проверка документов может обернуться тем, что к вам применят спецсредства, закуют в наручники, если вы будете слишком агрессивны. А когда вас закуют в наручники, тогда есть такая штука, называется не обыск, а обхлопывание. То есть сотрудник хлопает вам по карманам, по ногам, по телу, для того, чтобы понять, а нет ли у вас под одеждой каких-то длинных металлических предметов. Как-то нож, бутылка или еще что-то. Вот обхлопывание не запрещено. Другое дело, что если он обхлопал, что-то нашел, он скажет, пожалуйста, отдайте. Там же вам решать, будете вы это отдавать или нет. Или он вас прямо спросит, что это у вас такое в кармане. Вам самим решать, будете ли вы ему говорить, что это, или скажете, оформляйте личный обыск, тогда и поговорим. Из плюсов для нашего государства, естественно, теперь в отделении внутренних дел, в самом отделении, можно вести съемку. На телефон, на камеру, на фотоаппарат, как хотите. Приказ министра внутренних дел разрешил это делать. Мало того, вы можете снимать общение свое с этими правоохранителями тоже на камеру, на телефон. Это не запрещено. И сотрудники полиции не имеют права запрещать вам общение с ними, снимать на камеру. Более того, если вы внимательно присмотритесь, то сотрудники полиции, которые в метрополитене, уже даже сами ходят с видеорегистраторами. И как только они подходят, спрашивают те самые документы в метрополитене, они его обязаны включить. Загорится такой красный огонечек. То есть они сами снимают, для того, чтобы потом можно было представить доказательства того, что конкретный сотрудник полиции не превышал своих полномочий. Вот зачем это делается. Если все-таки вы уверены или вам кажется, что что-то происходит вне закона, вам очень сильно все не нравится, и вы четко настроены на то, чтобы жаловаться, не надо звонить адвокатам, мамам, папам. Звоните в службу 02. Прежде всего. Там записываются все обращения. Жалуйтесь на эту прямую линию. Сейчас это 112. Ее обязательно разберут. Следующий звонок. Вы можете позвонить в службу собственной безопасности. Это очень дисциплинирует. нерадивых сотрудников полиции. Ну и, естественно, после этого позвоните адвокату, который бы приехал и достаточно быстро вас вытащил бы из этой непонятной ситуации. Очень часто, особенно в среде подростков, происходит следующая ситуация. Если они идут, слушают музыку, отдыхают в публичном месте, в каком-то общественном, и вдруг видят наряд полиции, они почему-то внутренне напрягаются и всеми силами пытаются избежать не то что общения, а даже пройти мимо сотрудников полиции, поймите, тем самым вы наоборот привлекаете к себе внимание. Если вы избегаете с ними общения, резко поворачиваете в сторону, прибавляете шаг, они наоборот пойдут за вами. Я призываю всех не бояться полицейских. Если за вами нет никаких серьезных проблем, вы ни в бегах, ни в розыске, спокойно идите и общайтесь с ними. Вы не нарушаете общественный порядок, ни в состоянии алкогольного опьянения, не ругаетесь матом, шум на себя не ведете, ни с кем не деретесь, никого не оскорбляете. Спокойно предъявите им свои документы и спокойно идите дальше. Ну а если что-то из этого случилось, вы можете на месте принести свои извинения, сказать, что больше так не будете и пойдите домой. Вот к чему я вас призываю. С вами был Порнев Антон. Подписывайтесь на всякий случай.